В учебниках по истории и в художественной литературе написано, что когда европейцы приехали в Америку, то индейцы в массовом порядке начали вымирать. В первую очередь из-за завезенных болезней. Часто пишут, например, про зараженные одеяла. Вопрос. Почему коренные жители пампасов, джунглей и прочего умирали от европейских недугов, а представители Старого Света от индейских болезней не гибли? Тема непростая, и начать следует со следующего. А было ли все так на самом деле? Давайте рассмотрим разные точки зрения. Европейцы не гибли от индейских болезней. Если это было действительно так, то объяснить все можно следующим. У завоевателей нового света был лучший иммунитет. Сторонники теории славятся на несколько моментов. Во-первых, несмотря на то, что европейская медицина в те времена была тоже так себе, организмы европейцев уже научились противостоять вирусам и бактериям. Индейцы жили племенами, относительно малочисленными группами. У европейцев были города, где плотность населения была большой. Люди ездили из города в город, путешествовали из страны в страну. Если случалась эпидемия, то она выкашивала значительное число народу. Но те, кто выжил, становились сильнее. Во-вторых, в Европе с древних времен жили рядом с домашним скотом, который, как известно, является переносчиком многих болезней. Это тоже способствовало формированию иммунитета. Идем далее. Нужно понимать, что европейцы приехали к индейцам, а не наоборот. Наверное же, если кто-то из конкистадоров, например, заболевал, то его не пускали на корабль, не давали возможности вернуться домой до выздоровления. Или вообще не давали, если человек погибал. То есть, условно говоря, был санитарный контроль. А вот индейцев в Европу попадало мало. Есть версия, что коренных жителей Америки болело европейскими болезнями не так уж много. Некоторые ученые современности вообще считают, что массовые индейцы начали вымирать спустя два века, после того, как Колумб прибыл в Новый Свет. Якобы организмы индейцев были довольно устойчивы к заболеваниям. А массовая гибель начала происходить, в частности, из-за деятельности миссионеров. Крещеные враждовались теми, кто остался веренным взглядом на мир предков. Европейцы гибли от индейских болезней. Сейчас эта точка зрения имеет широкое распространение. Часто, например, вспоминается, как в Европу завезли из Индии желтую лихорадку. География, конечно, немного другая, но факты есть. Еще говорят, что эпидемия сифилиса в Европе возникла из-за того, что болезнь была привезена из Америки. Но тут можно только строить догадки. Железных фактов нет. Можно ставить под сомнение аргумент о том, что у европейцев был лучший иммунитет. Смотрите, сейчас от каждой болезни делают прививку. Универсальных вакцин нет. Допустим, что у завоевателей Нового Света был иммунитет к какой-нибудь чуме. А в Америке, скажем, свирепствовала лихорадка. Единственный довод, который кажется разумным, это то, что представители Старого Света вполне могли отказывать заболевшим в возвращении домой. Хотя об этом никаких свидетельств нет. Нужно помнить, что у ряда заболеваний есть инкубационный период. То есть, внешне здоровый человек может быть уже заразившимся. Лихорадка могла разыграться по дороге из Америки в Европу или уже в Старом Свете. Таким образом, утверждение о том, что европейцы не умирали от индийских болезней, скорее всего, миф. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Загадки Истории